И характеризовать его, это гений, необыкновенный совершенно. Гений, человек возможностей, которыми никто из нас не обладает. И даже один очень амбициозный кинотеатральный режиссер, здесь выступая по телевизору, как только ему задали вопрос, что такое гений, он сказал, ну, гений, это Пушкин. Я беспокоилась, уж раз амбициозный Пушкин, а то, знаете, яблоко Пушкин. Банальщина, были такие времена. Ну вот, так же вот Андерсон, такой же гений, как наш Пушкин, там есть абсолютно все. Вот это непонятно, откуда это появляется в людях, фантастика просто. Мы с Олой много лет занимались Андерсоном, и наше счастье, 4 года назад мы были в доме, где он родился, мы были годенцы, выходили по этим улицам, мы заходили в дом, правда он реконструирован, он заново, он распался, но был еще один, одно место, где немножко было его, и мы видели эту, ну, в общем, наши избы, это роскошь по сравнению с тем, где родился Андерсон. Там маленькие две комнатенки, окошечки вот такие, этот самый потолочек еще ниже, чем здесь. Тут папа, значит, с этими инструментами всеми сапожными, а в соседней комнате огромная кровать, перина такая, под балдахинчиком таким, и там он родился, и в ногах у родителей спал. А потом там музей в Одонсе, ему посвященный, и там его ботинки, и ботинки вот такого размера, в которых он хотел бы невероятно высоченного роста, и как вы все знаете, ну, мне прям стоит наговорить то, что я хотела, он считался богатким утенком, а вот он был лебедем. Сейчас я вам этого богаткого утенка покажу, если успею, нам всего немного времени. Вот. И хочу вам напомнить эти слова, которые я сказала, значит, что не мешало бы людям, художникам, которые берутся за иллюстрации, становятся ими, вот, быть достойным этих качеств, о которых говорил Андерсон. И когда они есть в наших художниках, то они рождают их качество совершенно невероятной красоты, и содержание глубочайшего, иллюстрации. И у нас таких художников много. Это значит ум, фантазия или воображение и чувства. Ну, таланта. Вот это и есть талант. А уж научиться рисовать, это дело второе в данном случае. И вот мы с Лолой, да, и в этом году, вот в апреле этого года, именно это, у нас здесь написано за 150 лет, но мы схитрили с Лолой немножко, вот. А в этом году ровно 150 лет, когда впервые в России вышла книга с иллюстрациями к Андерсону. Впервые Андерсон так расчувствовался. Эту книгу ему послали. Это длинная, потрясающая история, которая в этой книге, словами, описаны нами. Для женщины ее издали родная сестра знаменитого Стасова и Трубникова, которая на самом... это фамилия ее мужа Стасова, по одной трагической... по одному трагическому обстоятельству, так и осталась Стасова, да, смотрите. Вот. А она была на Ивашовой, Мария Васильевна Вторая. Она родилась в Сибири, в семье декабристов, а мама ее была француженка Ле Даньчу. Это были необыкновенные женщины, у которых очень личная жизнь плохо сложилась, и они решили отдать себя людям, и стали одними из первых фамилисток. И первое, что они сделали, они не имели права это делать, и поэтому их имя не существовало в издании, женщина в то время не имела права. Вот. Они решили издать Андерсона, организовать издательство, в котором будут работать только одни женщины, чтобы помогать женщинам, которым надоело сидеть дома, и вообще самым простым женщинам из каждой семьи, им показалось это оскорбительным. Длинная, замечательная история. И они там все, и типографами были, и всем чем угодно. И когда они выпустили эту книгу, я сейчас вам расскажу с кем, и они послали Андерсона. Но Андерсона был чувствительный человек, и это вроде нашей Лолы. Он всегда любил всем сказать масса высоких слов восторженных. И поэтому он им прислал дивное письмо. Хотя я не знаю русского языка, но по рисункам я понял. Туда-сюда, что это такое. Благодарю вас. Итак, ну вот мой портрет мне не очень нравится. Лолова этого не сказала, она сказала, и портрет хороший. Вот, вот, и это очень, а я вам посылаю вот это. Вы представляете? Он нигде не был опубликован, они больше не смогли, да? Конечно, типа, издательство было закрыто. Вот, очень быстро. 1868 год. Вот его фотография, вот его автограф. Вот, 1868 год. Эта фотография находится в Петербурге в архиве. И вот в этой книге, эта книга открывается вот этой фотографией. Это третья наша книга, Андерсона. А у нас каждый художник большой, который делал Андерсона, а их здесь очень много, и один лучше другого, но есть выдающийся, рисовал портрет Андерсона. Вань. И Деодоров Борис Аркадьевич, который должен был прийти, но каким-то причинам не пошел, в своей книге, увлеченный Андерсоном, сделал вот такой портрет. Оформлен. Тонкая игла на металле. И травление. Мне он из всех портретов Андерсона нравится больше всего. И с чего начинается книга детская? Она начинается с картинки, а потом идет текст. И очень важно, к сожалению, очень часто наши дети со взрослыми, бабушками и уходя в тот мир, не знают художников, которые дали им такое счастье. Они не знают имен тех, которых они так любили в детстве и забывали. И я всегда думаю, боже мой, ведь эти люди, Лебедев, Васнецов Юрий и масса других, и здесь, они же отдали своей жизни искусству книги, искусству книжной графики. И они безымянными уходят из этой жизни. Я хлопотала об этом, писала даже недавно, вышла в интернете моя статья, которая называется «Детская книга стала изгоем». С обращением к разным лицам, поименно, в том числе к Емпольской, которая руководит культурой. Сейчас очень важная дама, такая авторитетная в Думе. И один только мне ответил, горьким письмом Лидии Степановны, это бесполезно. Мы с вами, так сказать, уходящая натура. Им никому это не надо. Прощайте, так сказать. Прощайте не написал, но было очевидно. Никто из них в открытом письме по именам мне не ответил. В очень солидной прессе было. Так что вот «Детская книга» только те, кто ее любит, коллекционеры, вот небольшое количество людей, которые вот здесь собрались. Вот здесь будущий наш доктор наук будет сидит. Недавно будет, скоро будет кандидатом. И вот я сейчас ей все это хочу и рассказать тоже. И вот есть такое выражение, что художник-иллюстратор должен заключать, вбирать в себя, то есть иллюстрация художника-иллюстратора должна вбирать в себя три качества. Ввиду Лариса Аркадьевича. Ой, верните, сейчас быстро скажу, какие качества, а потом его, раз он, я его хотела в конце сюрпризов. Да, ну уж, сейчас идет наш мэтр. Вот, сейчас. Народный художник. Сейчас мы с Лолой пропоем его. Народный художник, действительно член академии. Сочетный член академии. Ну и вообще мастер. Да, один из самых высоких предметов. Да, все, что надо. Вот, и вот его книга первая лежит. Да, что иллюстрирует? Кто иллюстрирует личность художника? Она всегда существует в иллюстрации. И как? Вот эти три качества характеризуют произведение искусства, которое называется искусство книжной графики. Вот здесь все есть. Любовь Леодорова. То, что это сказочник и необыкновенный человек. Я бы сказала, не земной человек. Хотя он был земным тоже. Обожал путешествовать и очень любил лезть. И очень любил, чтобы его признавали очень крупные писатели. Что делать? Он был достойным. Борис Атхайович. Борис Атхайович, познакомьтесь. Это ваш, это фактор от Андерсена. Вы узнаете? Уже нет. Так давно было. Пожалуйста, посаживайтесь. Спасибо большое. Скажите, можно мне подойти, чтобы помогать одеть? Мы закончим в 2 часа. В 24 часа? Борис Атхайович последний скажет заключительное слово. Я думала бы до этого хорошего. Я им еще должна дать время. Это у меня дома есть. Я перезвоню. Дело в том, что Толстого я не нашел. Сейчас я раздаю библиотеку. Это ужасно. Это еще Толстого нам слово предстоит на дне. Вот. Освещать. Илюстраторов. И вот, значит, вот, значит, сейчас мы увидим, как Борис Атхайович, которого вы сейчас видите судьбем воочию. Он недалеко, слава Богу, живет. Вот его, когда увидели эти книги, понимаете, стали его первые книги Андерсена, то их стали все издать. Кстати, были уже несколько годов. 21 век все стали хлопотать, чтобы, значит, тоже издавать, слава Богу, хоть тиражи небольшие, но они много раз издавались. А первые издания были, тем не менее, в Париже. Два издательства. Первое сделала Борис Аркадьевич «Снежную королеву», второе «Русалочка» и другое. Это было одно издательство, боюсь произносить по-французски, Борис Аркадьевич. Вот. Не то произношение. И еще одно издательство выпустил «Ладимовичку». Потом наши спохватились. Тут Кюбери Андерсена, и Кюбери Андерсена одно необыкновенно трестижное, но тайное издательство, потому что тиражи только для «Липперсон», выпускают вот такую книгу. Нет, мне хотелось бы уточнить. Ничего, что я природу. Давай. Потому что не все точно. Ой, это не важно, это за фантазией. Просто когда у меня была вышла в Париже в 89-м году, и там было три листа всего-навсего из «Снежной королевы». Был конкурс издательства «Уберойтер» австрийский, когда «ВААП» появился и так далее. Вот. И вдруг, как ее зовут, в общем, издательство «Помэ» Мария Лен-Дель-Вальд, она сказала, «А хотите? Я хотела бы издать, работать». И заключил договор. И, надо сказать, «Снежная королева» делал года три. Да все это делаешь много лет. Но договор, когда заключали, я сразу сказал, что и русский язык. Потому что это я издал. Издательство «Марбор». Больше никто. И параллельно, почти параллельно, потому что последнее издательство «Русэнфан», но «Эпомэ» тоже везде участвовало. «Эпомэ» тебе «Русалочку» издала. Да. «Русалочку» нет, «Эпомэ» Мишель. То есть «Дюймовочку» дай. Да. А «Дюймовочка» сразу в три сказки вышли. Так вот. И правильно, три. Потому что все три сказки, Борис Аркадьевич именно их выбрал, потому что три сказки – это разные стороны одного и того же чувства. Чувства любви. Вот это самое главное чувство, которое никто так не умеет выражать, как Андерсон, Борис Аркадьевич воплотил вот в трех сказках. Сейчас мы кое-какие иллюстрации посмотрим, а потом вы подойдете, потому что их мало. Я нашла у себя, только мало. Все, в «Мутком и Ньюстей». Это вот великий портрет. Я уже сказала, что я считаю, что это лучший портрет. Значит, мы начнем сейчас с «Дюймовочки». Я сознательно делаю «Снежную королеву» последней. Сейчас вы поймете, почему. Так, давай, давай. А, да. Значит, до Бориса Аркадьевича за сто лет до этого, в 1868 году, о котором я вам говорила, вот эти две женщины замечательные выпустили, назывались «Новые сказки». Это был Клод Михаил Петрович, кстати, сын того знаменитого Клода, кони которого стоят и в Петербурге, и в Москве, в разных местах, а там, на Невском проспекте, так все и говорят, кони Клод. И вот он, естественно, делает это в реалистической манере. Академик передвижник? Он, он, я не любила его звания. Дело не в званиях, я считаю, а дело, или есть талант, или нет. Сейчас академия, у нас все, академии набиты, не будем говорить, кем. Боря, это не в туалетах, конечно. Вот. Вот. И он у нас почетный ходитель. Сейчас бываешь колоценность. Да. Ну вот. Поэтому, значит, вот они его пригласили, он приехал из Парижа, он прошел в московскую, в парижскую школу, был живописцем, ну и графиком. Вот это его, одна из его, у него немного, лишь книг была. Михаил Петрович, Клод. Ваня, давай дальше, просто я вам покажу. Это вот, например, сказка «Семь Кторчуков». Вот. Такая вот тоже нежная, такая любовная, романтическая, но все-таки реалистическая такая картинка. Ну, можно так поглядеть и поделить, что здесь элемент сказочности есть. Но мы раскопали слова и все-таки сказку. Давай. Вот это сказочное. Мы тоже эту сказку очень плохо знаем. Это сторож Оля стоит ночью и наблюдает полет этих ведьм и чертей на свой праздник. Вот. Вот он здесь все-таки достиг этой сказочности. У него цвет, свет очень хороший, брыжущий такой и фигура сказочная. В общем, книжка очень приятная и Борис Аркадьевич все мечтал, мечтал и до сих пор мечтает, чтобы все-таки работы Клодка были изданы. Но пока только мечта. Теперь идет Борис Аркадьевич. Все пропускаем. Вот эту всю книгу пропускаем, естественно. Время у нас в гульке нос. Вот. Я начинаю с дерьмовочки. Вот ее пись любви. И вот это нежность, это трогательность, это высота духа и в природе, и в ней, где все-все передано. Но мало того, что Борис Аркадьевич обладает потрясающим мастерством сложнейшей техники афорта с акватинтой, акватинта, примитивно говоря, это нечто в процессе работы, которое вот дает вот это верцание, я не буду вдаваться, я не специалист, как бы переводить. Вот это мерцание, эту воздушность, этот поток вот этих струящихся пятен. И вот дерьмовочка. Дерьмовочка проходит масса трагических обстоятельств. Борис Аркадьевич рассуждает во всех своих, что страдания приносят человека, потом ведут к высокому очень. Давай дальше. Это вот я когда смотрю, но это для детей, конечно упоение. У Бориса Аркадьевича две иллюстрации, касающиеся подземелья и крота. Здесь дерьмовочки еще нет, это приходит к нему, это разворот. Да, и вот он детям дает, вот как когда-то делал это у нас тоже единственное число, это нашелик. Вот прямо вот все, чтобы было для детей интересно. Какая наполненность существования в этом доме. И я думаю, что дети, творческие дети, они не могут ни рисовать это, ни изучить, ни запомнить рисунки Бориса Аркадьевича на всю жизнь. Они запечатлеваются, так же, как запечатлевается его первая гениальная книга «Путешествие Нильца с дихими гусями». Потрясающе. Первая его работа, вторая его работа, «Акватинта» и это самое, «Афорс». Да, первая «Венгерские сказки». Так, и полета, а полета нет, сейчас я вам покажу. А, все, все, да, больше нет? Сейчас я вам покажу совершенно. Значит, вот она прошла все испытания, она все выдержала, она все, ничему не уступила, не подчинилась, это во всех сказках проходит почти, не подчинилась, то есть это проходит в «Снежной королеве» и здесь, не подчинилась, так сказать, возможности благосостояния, быта такого роскошного и так далее. Искушение богатства. Да, искушение богатства, ну, подсказывайте, а то я затягиваю. Вот, и вот это бесподобный ее полет. Полет, где все соединяется в любви и вот в воздухе, потому что, в общем, она летит в рай. Но Андерсон был чрезвычайно религиозным человеком. Книги адаптировали «Снежная королева» в наше время, там здесь есть и «Псаломы», «Господь Бог» и все что угодно. Теперь все есть. Вот это совершенно бесподобный подкунастре Тейфа и это самое. Теперь, значит, вот Дюймович, господи, русалочка. Вот русалочка это целая сюита, как в Европе называют. Вот такой цикл иллюстрации мне очень нравится у Бориса Арканча это сюита. Та же русалочка. И вот ее совершенство. Иллюстрации много, но я не могу не наглядеться на нее каждый раз. Какая красота этого существа. Как она бухгалщина. Ну, ну, просто классика. И там эти мерцания. Вот она, акватинта. И там какой-то, вот мы видим, гор. Она же расширена, здесь увеличена. Она немножко вся крупная, ну, так сказать, крепче вся, да? Здесь размытость есть. Вот. И там, видите, она, и там город, здесь вода. Ее переживания, ее мечтания. Ой, это бесподобная вещь совершенно. Пластика невероятная. Борис Аркадьевич пластик. То, что называется в искусстве. Так, давай дальше. И вот, это ее любовь. Посмотрите, какая красота. Там, значит, неосуществимая любовь. Там, ой, этот корабль, этот праздник, там свадьба. И это девочка. Достобная вещь, правда? Вы посмотрите, потом подойдете. И, значит, первое, что сделал Борис Аркадьевич, это снежная карьера. Значит, у Андерсона она из-за льда. Но ни один художник, конечно, не делает ледовую куклу. Это было бы невозможно, иначе они бы не создали этот образ. Между прочим, черты лица это его дочери приемной. Красивая Ирочка такая. Подожди, баня еще. Ну, это зеркало, это черти, которые его несут. Ну, посмотрите, как он владеет рисунком из-защетного. Какие-то черты, прямо, я не знаю, как будто это из древней какой-то книги. Или поночки все видны. Да, все невероятное. А цвет такой. Да. И вот, значит, вот эта королева ледяная. Давай, это ледяная. Это ледяная. И вот она с ним под небеси. И вот мы здесь написали в этой книге, что здесь космический охват пространства. Вот она летит не просто в каком-то куске неба, она летит во вселенную. И она и она вот уводит мальчика от земного счастья, но она уходит. Но она ледяная. Это значит, что она бессердечная. И в этот момент, когда осколок попадает мальчику в глаз, он тоже становится бессердечным. Вот здесь сердце, любовь, которую выражает Герда и весь ее путь. И вот это бессердечие и холодность, которые так действительно выраженная здесь. к Вене. Следующий. Вот она. Видите, что творится? Это, между прочим, если вы будете читать, вы все это найдете. Даже вот эти вот тут куры, которые там несутся, они есть сказки. Вы понимаете, особенность мастерства большого художника это то, что он очень внимателен к тексту, но он его так воплощает, что вы начинаете задыхаться от его красоты и потрясены. Вот, значит, это образ этой королевы. Жесткий, нелицеприятный, от которой ждать ничего хорошего нельзя человеку. Валя, а вот этот образ у Архиповой, которая была в это время молодой художественной, сейчас она уже зрела, очень известная. Вот так. Я вчера смотрела еще раз, думаю, как, что такое в этом облике ее? Вы знаете, он скульптурен. У нее лицо, шея, постановка вся мраморная. Она как из мрамора. Но, тем не менее, она вообще Архипова художник, прошедший крупную школу художника-реалиста. И вот этот реализм ее, вот это желание реалистического описания в этом месте существует. И здесь и даже вот «Снежная королева» замечательная тоже работа, она ощущается. И третья художница Гольц. Вот Гольц делает, вот почему я сделала в конце, Гольц делает ее, она так говорила об этом «Царствие небесное», замечательная была художница Ника Георгиевна, она говорит, что для меня она не воплощение зла, она говорит, она воплощение для меня природных сил, а природные силы разнообразные. Вот, Вань, давай, она еще раз повторяется. Вот такой образ «Снежной королевы» она здесь создает. Мне, признаться, больше в ее книге, в этой, нравится «Путь Герды». А, ой, вот, да, «Путь Герды». Я сейчас хочу вернуться к одной иллюстрации, которую я не нашла у себя, но я вам сейчас покажу. «Снежная королева» Борис Аркадьевич, я не могу не показать, потому что я считаю, что это потрясающая иллюстрация. Вот это Герда, сейчас потом мы увидим, как это подает Ника Георгиевна. Вот это Герда в саду у колдуньи, которая ее заколдовала, чтобы она осталась навсегда. Герда выходит в сад, чтобы просить у Андерсена, просить, так сказать, помощи у природных сил, чтобы они ей сказали, где Кай. Но когда я смотрю на эту иллюстрацию и смотрела тогда, когда вышла эта книга, то у меня ощущение, что это молитва. Молитва, обращенная к Богу, к природе, о спасении, что она, о спасении Кай, о помощи ей. Это моление. И оно выражено, на мой взгляд, исключительно проникновенная и очень красиво в сочетании, потому что девочка сама выглядит как часть этого сада. Вот. И, давай. А у Ники Гольц только вот эта иллюстрация в саду у этой бабульки. Начала, тогда она ее причесывает, чтобы ее заворожить. И написано у Андерсена, что у нее шляпа разрисованными цветами. А вот я когда смотрю, впечатление, что это живые цветы, а не рисунок на шляпе. Вот так. Она тоже прошла реалистическую школу в институте Суриковском. И тоже она хочет показать некий элемент реальности. И сказочности, и реальности. Вот джесс, вот так сидит девочка, вот ее выражение. Вот смотрите, какое выражение у колдунги, такое вот его можно и в жизни подсмотреть. И вот создается такой тоже очень красивый мир сказки. Ну вот, я считаю, что это ее лучшая работа. Это гадкий утенок. Гадкий утенок. Борис Аркадьевич не будет в обиде, потому что он не любил стерен гадкого утенка. Я вас смело могу сказать, что я считаю, что это лучший гадкий утенок в мире. Вот это совершенно упоительно. Я таких больше не видела. Он называет во мне, я не сентиментально, извините, но он называет сентиментальные слезы. И Ника Георгиевна была женщиной не сентиментальной. Вот, она была просто выдающейся женщиной. Вот. Это дивное существо, дамы. И вот это дивное существо, она мне подарила такую же работу свою, похвастую, специально не отпечатанную, а специально деменную рисовную. И вот, когда я увидела в этом золотом пространстве, это совершенно невероятные трогательные вещи. Вот, несчастный Андерсон, маленький, никого не нужно. Паршистый кот себя ведет безобразно. Курица тоже, бабка тоже как-то недовольна, что ты будешь делать. Вот, и вот эти тоже чудесные, совершенно цветовые сочетания, которые тоже создают определенный эффект. Это просто я хочу показать, сейчас быстро посмотрим, как изумительно нарисует этих существ. Курицу, кота, видите, и живой, и характер. Она любила, у нее всегда была дома кошка, большой, короткий на столе. А это другая сказка, это называется «И мало кто ее читал». Вот эта книга. «Супы с колбасной палочкой». Это вот эльфы, она любила эльфов рисовать, у нее в разных играх, они часто появляются, тоже, дай бог. Интересная вещь, полминуты, интересная вещь, что мы все боимся, выводим, убиваем, ставим эти самые, чтобы они погибли, мышей. А в скахусах они всегда упоительны, их любят, они им посвящают истории, не могу понять. Может, Борис Аркадьевич скажет, «Полилова, почему такая страсть к чудным мышатам? вот, смотрите, это из той же сказки, это мышонок путешествует в поисках истины, так сказать, и вот они попадают к этим словам, и вот они там эту мышонку отвечают. тоже скандинавские сказки, там холодно, они там все вымирают, это нереальные миши, пошли дальше. И это вот тоже Анеке Гольц, это третья сказка из этой книги, здесь три сказки, она называется, каждый раз забываю какое-то название, несоответствую всему, «Домовой мелочного торговца», вот она где бы его изобразила, давай дальше. И вот это ее перво, так сказать, у нее есть книга «Коли Лукои сказки», и на каждой букве новой главы, части, она рисует в разных поле, помните, который ночью приходит и рассказывает сказки, рассказывает сказки ночью мальчику. И теперь я вам расскажу интереснейшую подробность, специально попросила мне это отснять у Ники. Значит, эти голые короли рисовало масса художников, вы представляете, как это интересно. И новое платье короля называется, но мы всегда говорим сказка «Голый король». Но все дело в том, что он не был у Андерсона голым. Мы когда были в Одонси словой, это мы уже вторично узнали, мы уже знали, в чем дело, когда приехали, то мальчик из этого университета, который нас принимал, занимающийся Андерсоном, он сказал, что он не одет был, это не значит, что он был голый, не одет, значит, на нем не было верхнего платья, штанишки были обязательно, а может быть, и ночная рубашка, они же внизу не ночные носили, нижняя рубашка, и все художники еще при жизни Андерсона, и потом такой, потрясающий книжка, в конце 19 века, сделанная у всех, он под флодахином в трусиках, и наш спирин тоже сделан в трусиках, а мы еще словно и говорим, в штанишках таких, не трусиках, в трусиках в то время не было, в штанишках такие петринки, видишь, какой деликатный, в словах, видишь, какой деликатный не стал, детям-то безобразие показывает, ну вот, и, значит, на самом деле вот такое дело, я говорю, Луна, вот что-то меня смущает, какой-то у Андерсона, а мы живем только Андерсона, Луна, меня что-то смущает, какой-то не тот менталитет у Андерсона, ну и как-то странно, что мальчик кричит, король голый, но неужели в датском языке есть такое вульгарное выражение, это чисто русское, мы так, ты голый, иди, одень, скажет, сейчас гости придут, не ходи голым на мужа, да? И я звоню небезызвестному тебе специалисту, который потом почему-то на нас обиделся, и ему об этом рассказываю, скандинависту, он говорит, Ли Степан, этого не может быть, минутку, я так вижу перед собой, как он так поворачивается, вынимает на датском языке сказку, открывает, мне так кажется, что происходит, и он читает, да, у Андерсона нет слова голой, у него мальчик кричит, на нем ничего нет, вот это мой, наш, с Лолой вам подарок, на нем ничего нет, а мы придумали переводчицы, и это, по-моему, замечательно, оно стало символом, масса, метафором, чем хотите, и голый король назывался спектакль в театре современный, и все, да, для нас, из Рязанской области, для нас он гобой, потому что мы смысл вкладываем, точно, Андерсон не мог так сказать, он был деликатный, и дружил с кралевской семьей, в которой он читал сказки и принцессы, вот мальчишка кричит, мальчишка, а вот есть такой художник в Царстве Небесное, если по телевизору сейчас кто смотрит, о нем передачу, Анатолий Зверев, так он этого мальчика изобразил уродом, он был зверем, человек свободный абсолютно, он был вне, так сказать, всех правил жизненных, да, обывательских, он просто возненавидел этого мальчишку, как, чего они нападают, идет король как хочет, который раздался, хоть что, что вы здесь налетели на него все, и такие у него все уроды стоят, он 4-5 сказок сделал, они изданы, арт-волхонка, который здесь продается, обратите внимание, что здесь тоже замечательные книги лежат, может кто-нибудь купит, и я хочу сказать, последнее из этой, моей сюиты общей, что это Димовочка, художница Басмановой, которую я обожаю совершенно, акварелистка, и очень чувствительна к духовности человека, давай, Ваня, последнее, вот это, понимаете, вот, когда я смотрю на нее, я вижу, что эта девочка родилась из ячменного зерна, согретое солнцем, оказавшееся в цветке, и цветок ее родил, вот эта девочка, часть природы, которая стоит, там у Андерсона, это осеннее поле, вот, и вот это вот, я не могу сказать, ну, это одухотворение природы, этого существа, этого всего, я считаю, что эта работа гениальная, и вот они тоже летят в тот мир, эта школа не академическая, она в академической школе не училась, это школа, которую она прошла, как бы мы сейчас сказали, в ангарисах 20-30-х годах, петербургских, вот, тогда такого слова не было, теперь, у нас осталось 15, 10 минут, остальные, я, Борис Аркадьевичу отдам, вот, там называется, мы с тобой так подумали, думали, что прям все дети побегут, я говорю, Лола, сейчас мы такое название придумаем, все поймут, та загадка книги, нифига никто не пишу, в 1942 году в Париже выходит вот такое издание, это называется книга художника, где отдельные листы, я вам не успею рассказать, просто быстренько покажу, потому что, Борис Аркадьевич, надо дать, вот они обязательно, бумага специальная, здесь все написано, бумага сделана из определенных тряпок, отпечатана определенным образом, и все, все из-за счет, каждый лист иллюстрации покрыт бумагой, естественно, и тираж, это началось в конце, в самом конце XIX века, мы называем ее книга... книга художника. Нет, у нас в России она не называлась, она называлась «Индекларный», «Библиофильское издание», и недавно к нам пришло, что это книга художника, когда началось, уже окончательно, занавес весь пропал, все появились, мы стали о наших русских эмигрантов узнавать в середине 90-х годов прошлого века. Ну вот, и это... здесь один минус книги художника, что обычно они выходили от 50 до 200 экземпляров, сознательно, только избранные могли ее иметь. И вот эта книга художника называлась по-французски, мы перевели ее «Лунные картинки», по-французски, если точно, называется «Образ Луны». Это... у нас никто этого не знает, никогда в советское время не издавались так называемые «Лунные картинки» Андерсона. 33 раза Луна приходит к художнику, она раньше приходила к Андерсону, бедному, который жил в Копенгагене, вот, и каждый раз ему рассказывает свою историю. «Мы недавно», вот эта книга здесь лежит, мы будем счастливы, если кто-нибудь захочет ее иметь, недавно она была переиздана издательством «Фортуна». Вот Людмила Петровна сидит, мы счастливы, Лолой, здесь полностью, здесь рассказ, почему она была издана, и кто такой художник Александр Александрович Алексеев. Это совершенно выдающийся художник, который проиллюстрировал, помимо французских, братьев Карамазов, Дон Кихота, Дон Кихота, испанец, Анна Каренина, доктор Живаго, он единственный иллюстратор в мире, доктор Живаго, и так далее, более 50 книг. Здесь, конечно, печать, здесь же индивидуальная печать, поэтому это тоже апорт сахватинтой, и здесь, конечно, как оригинал смотрится, здесь уже массовые печати, офсетные, да, и поэтому... Но очень качественные. Качественные, но все равно вот эта вот тайна жизни, она может быть пропасть там. И вот, например, вот его, там маленький рассказ про лебедя, миниатюрка, все миниатюрные рассказы, и что вот этот лебедь, таинственный, мерцающий и так далее. И Алексеев обладал... Почему ему заказали? Он сделал ее в 31-м году. Мы нашли слово, что он где-то в своих воспоминаниях мельком сказал, а в это время я делал лунные картинки Андерсона. А вышла на 42-м году, но вовсе, как ни один написал про хиндей, недавно вышедший статья о Андерсоне, что якобы эти издатели работали на нем. Ничего подобного. Они работали своим библиофилом. Немцы там давали кое. Он Пикассо тоже работал. Вот. Особенность нашего Алексеева... Давай. Вот название. Вот его образ. Понимаете, он лунный человек здесь, потому что образы луны. И Алексеев вот на это понятие откликается. Вот он, Андерсон. Вот видите, как все мерцается. Это все освещено вот этим лунным светом. Он мастер черно-белого с иллюстрацией с этим вот невероятным свечением. С невероятным свечением делала. Это как бы вот луна переместилась на детское лицо. Я выбрала сейчас подряд. Это... Он не мог забыть свою дочь. Он был немножко перед ней виноват в детстве. И вот мучила страшно. Начал-то наш эмигрант. Я сам это не главное не сказала. Вань, не торопись. Сейчас. Наш эмигрант, который волею судьбы попал в Париж. Все пишут, что он бежал. Неправда. Он из Уфы не уехал в эмиграцию через Владивосток. Из Уфы. Он кончил кадетский... Он заканчивал кадетский корпус в Петербурге. Родился он в 1901 году. Умер он в 1982 и считался французом. Мы о нем узнали только в середине 90-х годов прошлого века. Чтобы коротко. Вот. И он стал... Сам себя обучил всем техникам и стал замечательным книжным графиком. Вот. И... Да. И... Вот у него была такая нервная система. А, да. Одно слово. И он из Уфы попал в Оренбург в кадетский корпус, потом в Иркутск в кадетский корпус. Он целый Владивосток в морское училище. Пришлось менять места, подходили красные. И из этого он уже ушел и попал в Париж. А сейчас пишут, бог знает что. Вот. И все неправда. Вот эта любопытная вещь, понимаете, это Меркорь. А вот здесь недавно мы с Лолой обратили внимание, что правая рука полностью совпадает с фотографией Алексеева. Это его рука. Он себя расстроил здесь. Это у Алексеева были сложные там семейные отношения. Вот. Это на могиле любимой приходит поляшинель, который страдает, что она его не любит. Ну, вроде как Андерсон тоже, да? Что его не любит, он некрасивый и так далее. И вот мы здесь узнали Меркорьда, а рука правая полная копия Алексеева, который работал вот так интересно. Дальше давай быстренько. Вот это по сюжету это уезжают крестьяне. Вот. Вот видите, какое мерцание, какая таинственность, такая какая-то болевая, немножко болезненная таинственность, такая уходящая, безнадежности, такого зыбкого существования на этой земле. Вот видите, вот она, луна. Вот там наверху это все есть в тексте. Вот там это мерцает наверху монастырь. Вот плывет корабль. Ну там тесто упоительное. Ганзон переведено тоже. И вот они плывут, а луна за ними. И вот этот все, да? Борис Аркадьевич был восклицательный знак. Да, мы хотим рассказать. Мне остается только оправдываться и рассказать о том, что такое книжка, иллюстрация для меня. Хотя я с детства не думал, что я буду иллюстрировать книги. А книга началась именно с раннего детства. Виноват дедушка был, который мне почему-то четырехлетнему показал «Войну и мир» с иллюстрациями Апсета. А с этого времени я стал задумываться, потому что то, что я увидел в иллюстрациях, мне показалось настолько интереснее, чем окружающий мини-мир. И книжку я полюбил всегда, у меня и библиотеки, и прочее. Но когда я учился и в художественной школе, и в институте, я как-то думал, что я живописец, и все, вроде как бы получалось нормально. иллюстрация опять вошла в меня испугали. Сначала почему-то издательство сначала второстепенное, как политиздат, сельхозы просили просто сделать рисунки. А жить-то надо было, я с удовольствием делал. Потом вдруг дед гис, потом гаслит, и я стал как бы иллюстратором самоучкой, потому что я стал внимательнее смотреть на современную книгу, на историю, иллюстрации и прочее. Проходил все сам. И каждая книга этого времени была в моей школе, я учился. И надо сказать, что все равно я стал как бы отвечать на какие-то вопросы. Что такое иллюстрация, прежде всего? Да? Французское слово иллюстрация, что такое освещение. того, что написано автором. Вот автор должен, то есть иллюстратор, как мне оказалось, и сейчас я уверен в этом, должен создать изобразительное поле, в котором, как у Станиславского предлагаемое обстоятельство в визуальном решении, чтобы текст и изображение было идентичным, абсолютно. А это очень долго и потом надо как бы, как режиссеры делают для каждого сценария, для каждой пьесы ищут свой язык, свое решение. Потому что жанры здесь существуют разные и просто твое настроение, комедия, трагедия, что ты проживаешь в жизни, а что так для веселья, как Финнипу, и так далее. И мне именно это и понравилось преображаться. и я научился наконец делать долго. По Скалиновским, когда познакомились и 10 лет работали, он на меня жил и так далее, мы старались сделать все быстро. Деньги нужны были и так далее. А потом мне вдруг понравилось работать долго. Поэтому я придумывал сложные техники. Где-то с 70-х годов только началось. Были идеальные условия в санаторшеской даче Челюскинская, и вот оттуда фор, оттуда чудеса, потому что первая книга нильств была. Были какие-то прежуточные перед этим, но когда я чуде сказал, это относится прежде всего к поиску, потому что каждая книга, каждая автор это поиск. после того, как перед этим делал я недолго, перед этим делал 10 минут как она называется Ференсу Мора. Да, сказка, венгерскую сказку. Волшебная шубейка. Волшебная шубейка. Мне хотелось иниться сделать во форте. И вот я делал линейный раскрашивал, как шубейка. Вот нет той среды, которую я чувствовал в той книге, правда, это был перевод из-за лунайской пересказа. Тогда появился акватин, тогда этого я не употреблял. Это тональное как бы разрешение во форте канифолию, засыпается доска, а там можно любые фактуры делать, но это тональная как бы составляющая часть лестрации. И я специально так подробно, потому что вы не думаете, что так все просто. И вот я сомневаясь, где-то полгода делал, используя свет и так, и сяк, вдруг случайность помогла найти решение. Например, случайно, но это было таким вот образом. Я печатал, много оттисков было, и под конец, когда я уже закончил, все краски смешал на палитре и получился фуза, вот художник, грязь такая, все смешанные краски. И вдруг увидел белый листик, вот на волку, на влажной бумаге печатается, вдруг увидел, ну думаю, дай я этой фузой напечатаю, да? и вдруг получаю оттиск, где вот эта грязь мне дала цветной тон. Если это черный, то просто серый, вот, как у Алексея, да? цвету друг дал свечение какое-то золотое, я сам сдрогнул от неожиданности и побежал наверх, акварелькой только сделал клювики, там, эти самые лампочки, совсем чуть-чуть притронувшись и понял, что вот это уже адекватность. вот это мерцание, которое я все время чувствовал в Лагерлевской Заполярье, да, вот этой северной жизни, вот это мерцание, оно абсолютно передано. и, конечно, с головой день и ночь, и так у меня почти каждая книга, и Тургенева я около трех и четырех лет искал. Винни Буха. Вот что такое адекватность? Винни Буха это просто провел на одной ножке с Кариной, потому что это зажигательный и прекрасный захотел. Ну, это уже проще. Почему Пероя, потому что надо было сохранить вот ту живость, какой-то юмор, легкость. Потрясающий английский Лагерин. Смотрите библиотеку. Если она не подойдет Вот так что и всегда мне нравится. Заходите, заходите. Поэтому Андерсон для меня это может быть потрясение. Поскольку, поскольку, когда я делал «Снежную королеву» для иконы, то это для меня была мистерия. Я знаю, полеталки, алкерит, вот что-то такое действительно космическое. А когда я в Дании оказался, то жена Левкова Марина вдруг мне показала другую сторону Андерсона. Он был верующим. Абсолютно. потом она мне рассказывала, что такое Андерсон. Андерсон это идея прежде всего. Идея любви. Бог есть любовь. Не просто вот такая наша земная любовь. и если Керда спасается от того войска, высланная Снежной королевы, конечно, она никакая не красавица. Она злодейка, бездушная и по-другому как можешь изображать. Это кто написал Андерсон. Поэтому я все начинал открывать. Я очень мало сделал количественно, потому что каждую рассказку 3-4 года делаю. Я не спешил. И так же ты воспитываешь своих учеников. Да. Трудовательно. ты воспитываешь своих учеников. Я воспитываю их плохо, потому что я им говорю, если вы поставите только задачу зарабатывать денег, деньги, ничего не получится. Надо делать столько, сколько требуется. Продажа же полна плохих книг. Контакт с автором. Это издательство от них требует. Контакт душевный, а не как я это сделаю формально. Вот это сопряжение оно и рождает очень долго и надо готовиться к нищему существованию жизни. Но студенты молодцы. Не хотят их ничего. Господь все равно дает человеку не только, чтобы жить, а дает силу. самое главное. Я случайно совершенно захватил газетку дураку пришла на вон открыть два музея Пушкина перед 220-летием. случайно оказался в Погорелом городище это Верхний Волг Большой Путь то есть Большое кольцо Пушкинского до Михайловского и познакомившись с одним замечательным историком писателем Путейником вот он мой Путейником это чудо который открыл точную дату и время пребывания Пушкина в Погорелом фактически Борисе Годунове Литовской границе кочма у Литовской границы это про наши места живущий там не знал об этом ничего а потом в истории еще там более древний Иван Грозный у Сталицких купил дом и там было его любимое место пребывания короче говоря мы написали Скутейников сейчас вот толстую книжку газету издает говорила и я превратился из художника и в писателя и в как вот оформителя рамок багетчика собирал картинки короче говоря музей открыл делал вот эту историю зримой и первая очередь 11 августа открыл музей все статусно и так далее потому что все музейщики поддержали да еще как Васильевич приехал я специально говорю посыпалась отовсюду да вот Васильевич был все открыл музей ну в общем-то я тоже музейщик лет 30 мы с Толстовским музеем мы там в научном совете вот этот самый наш Кутейников короче говоря создан был материал замечательный открыли первую очередь вторую сейчас в Зубцове куда я все что мы заработали все что отдал все свои работы с моей женой завещали туда то есть теперь только на телефоне могу показать огромный выставочный зал куда передали все наши картины в казначействе две комнаты где купцы держали золото это конец 19 века здание там раритеты Саша Васильев историк такое нам подарил в своей коллекции метров 40 в заключении он был на открытии у меня сейчас 5 номера нет с собой там он даже на обложке подарил живопись пушкинского времени а в заключении на презентации подарил пушкинскую библиотеку знаменитого чтеца пушкиноведа дмитрия николаевича журавлёва короче говоря сыпется 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 и не знаю как выдержу льви велик в чат спасибо большое спасибо большое спасибо большое спасибо большое спасибо дарь саркевич был ли у вас период становления иллюстраторов когда вы кому-то подражали или что-то вы подражали Всем подорожал. Более того, я сделал вывод и говорю студентам, про что. Если ты берешься что-то иллюстрирует, посмотри, что до тебя сделано. Ты должен сделать что-то другое, что не сделали. Вот и все. А пластика – это стремление к идеалу. Вот насколько ты можешь, насколько тебе Бог дал. Вот и все. Книга должна быть адресована. Не какой я хороший, а вот как я смог с автором прожить это пространство. А когда вы сдаете свою работу, вы закончили свою работу 24 года, вы ставите точку, говорите, да, это максимум того, что я буду делать. Редко, редко. Или всегда хочется чего-то больше. Более того, я, у меня японцы, после того, как сделал иллюстрацию поэтики Тургенева, поймали меня на Кузнецком на выставке и сказали, мы вас выбрали иллюстрировать народные рассказы Толстого. Как хорошо, ну как страшно. Как хорошо. Толстым сделал окончательно меня верующим. Почему? А это уже Бог вмешивал всю жизнь, иначе ничем не объяснили. Очень мешали мне первый раз вылететь за границу по приглашению Шрайбера. Немецкого лендаца. И мне почему-то в Союзе сказали, что в Союзе художники все оформления шли тогда, в Союзе СССР. Сказали, нет, нет, уже поздно, нельзя, мы не успеваем оформить, и денег нет. Тогда Шрайбер договорился, и в конце концов документы я получаю, визу и билет. И он, знающий нас не понаслышке, он в плену здесь был какое-то время. Вы знаете издателя Шрайбера, который с многими художниками работал. Ну, в 90-е годы выходили. И со Сгибовым, и со Спиридовым, и с Устиновым. Короче говоря, говорит, а вы посмотрите, виза когда? Нет, билет когда? Я говорю, ну, завтра, вот я сейчас собираюсь. А виза? Я смотрю в глаза, и виза на другой день. То есть это инфаркт, да, где прихожу, меня не пускают. Но Шрайбер позвонил. Ничего, что я излишнюю жизнь. То есть, Аркадьевич, кончайте. Что-то не нафироваться хотят с вами. Мы хотим дослушать. Короче говоря, он делает мне билет на Люфтканзу. Помешать не могут. Только когда мы билеты брали с женой в кассиро-флот. Там будет из-за кассирши лица. Говорят, ну и лобкий. А Карина Стефановна говорит. Ну, он же главный художник. Дед Гиза. Как вы? О какой лобкости говорить. Короче говоря, я лечу. И Толстого взял с собой. И начал читать. Вы знаете, Боинг первый раз. Огромный Боинг. Девочки разнесли горячие салфеточки. Немножечко привели в чувство. От всего. Говорят, что я взялся за Толстого. Я проглотил. Я понял точно. Я спустился верующим человеком. Потому что все сомнения, причинно-следственные связи, всего, что мы называем верой Бога, улеглись в систему. И с этого момента началась очень радостная жизнь. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, лобные картинки можно автографы в этих составе сельскохи. Я очень рада вас видеть.